Добрый день, дорогие мои друзья! Тема моей сегодняшней встречи с вами – это будет моя боль, которая вызвана низким уровнем профессионализма сегодня тех, кто работает в ателье и кто пытается шить одежду по индивидуальным заказам. Значит, я сейчас зачитаю вам текст того сообщения, которое прислала моя ученица в общий чат моих учениц, которые занимались со мной в начале этого года. А потом нас разлучил вот этот вот ковид, мы расстались, но тем не менее мы поддерживаем отношения, переписываемся. И вот то, что я сегодня утром прочитала. А прочитав, я решила, что я не могу об этом молчать. Это поднимается такая тема, которая на сегодня очень актуальна и о которой следует говорить громко и заявлять об этом вслух. Итак, ближе к делу. Посмотрите, что пишет Женечка. Галина Леонидовна задала очень высокую планку, так что я теперь вижу, сколько косяков в работе некоторых ателье, что меня охватывает шок. Я совершила очень большую ошибку и теперь не знаю, что делать и как это исправить. Обидно до слез. Вот моя печальная история. Был отрез 3,5 метра кашемира, 50%. Хотела сшить пальто. Сама побоялась конструировать и кроить, так как в работе ткань капризная, да и я не доучка и петли точно не смогу. И я решила довериться профессионалам. Долго искала в интернете, читала отзывы, выясняла, что пошив пальто из кашемира будет стоить от 30 тысяч рублей. Смирилась с этим и позвонила в одно из приглянувшихся ателье. Картинки у них были на сайте красивые. Короче, девочки, это ад. Подозрения закрались, когда мастер снимала мерки. Моя спина оказалась длиной 37 сантиметров, при моем росте 173, и известные мне мерки, снятые Галиной Леонидовной, длина спины 41. Здесь я должна сделать остановочку и пояснить, что на самом деле Женечка немножко подзабыла то, о чем мы говорили. Не имеет значения, какой длины у вас спинка. Имеет значение, какая разница между длиной спинки и длиной полочки, для того, чтобы определить вашу осанку. Потому что именно осанка играет огромную роль. Но мы продолжим дальше. Но я подумала, ладно, мне же пальто не отрезное по линии дали, черт с ним, хотя проблему я им обозначила, и было решено сначала делать макет. Внимание, макет. Потом, когда мастер даже не попыталась нарисовать технический рисунок, я ей намекнула, что надо бы. Ну а как? Было две примерки. Макетная ткань. Все равно мне не то. Она не понимает, что я хочу. Как без тех рисунков вообще можно кроить? Доверия нет. Короче, прошу технический рисунок. Ну, чтобы понимать, что мы говорим об одном и том же. Жду. Рисунка нет. Прикидываю, что я не хочу платить такие деньги за непонятный результат. Отзываю работы. Аванс внесен. Да и бог с ним. Лишь бы ткань не порезали. Теперь сижу и не знаю, порезали или нет. И очень обидно, горько, что лучше бы я эти деньги потратила на мастер-классы с Галиной Винидой, чем вот так вот мучиться. Во вторник поеду смотреть, что с тканью. Вот видите, какая случилась история. Конечно, я помогу Женечке. И мы обязательно спасем это ее пальто, порезанное оно или не порезанное. Мы выйдем из положения. Но дело-то не в этом. Дело в том, что настолько сегодня оказывается, я всегда подозревала, что в сегодняшних современных ателье уровень профессионализма низок. Одно то, что люди не уверены в своем крое. Они заставляют сначала снимать, делать макеты, то есть шьют две вещи, два изделия. Это немыслимо абсолютно в нормальном, точном, хорошем крое, и в профессиональном подходе к этому вопросу, который был всегда во времена пресловутого Советского Союза, который принято сейчас так громко ругать. Но я хочу отстоять свою точку зрения. Я хочу, чтобы меня услышали. И мне горько и обидно вдвойне, что написав столько книг, которые имеют успех, которые стали настольными клингами для многих и многих из вас, я до сих пор не могу пробить планку того, что нужно научить учителей, нужно выйти на какой-то другой уровень. Летом, когда было время, я там отправила на разные каналы, на телевидение свое портфолио, свои предложения о том, как сделать интересную, добрую, умную, хорошую, интеллигентную передачу, о рукоделии, о крое, которая бы не несла какую-то пошлость, не говорила бы о каких-то там неважных, ненужных, несерьезных вещах, а рассказывала правду, так как я это делаю с вами на Ютубе, была бы честной, была бы очень понятной, доступной людям. И чтобы каждая девочка, потому что она только потому, что она девочка, умела там шить себе элементарно юбку, если это нравится, если это хочется, и не создавала бы из этого никакой проблемы. Но дело в том, что я не могу пробить эту брешь, не имея каких-то связей, не имея каких-то больших денег, я остаюсь вот такой неуслышанной, вот такой незамеченной. Сейчас у меня есть течные группы, где сидит в каждой группочке по пять человек, да, не знаю, в связи с обстановкой, доживем мы до конца курса, или опять мы расстанемся с вами, но, тем не менее, все происходит так, как происходит. Вот такая грустная у меня сегодня тема. И я обращаюсь вот в этом своем видео ко всем девушкам, девочкам, женщинам, которые содержат маленькие мастерские, которые пытаются шить одежду индивидуально, по индивидуальным заказам и по индивидуальным меркам. Тем более к тем, кто работает на сложные какие-то фигурки. Приходите ко мне, мои дорогие. Если у вас мало средств, у меня очень много возможностей научить вас за очень маленькие деньги. Если вы имеете средств побольше, приходите учиться ко мне очно. Приходите на индивидуальные занятия, хотя бы возьмите несколько консультаций, да. Я покажу вам, как вам это сделать, как решить вам задачу. Поэтому достаточно просто, достаточно быстро, и вы будете лишены всех тех проблем, которые описала сейчас у нас Женя. Смотрите, с чего надо всем начинать. Конечно, тысячу раз повторяю одно и то же, с технического задания. Вот оно выглядит перед вами, да. Потому что весь процесс создания одежды состоит из четырех больших блоков. Как об этом не повторится сейчас? Первый блок – это мы изучаем тело, снимаем мерочки в этот раз, все подмечаем и вот здесь все записываем. Второй блок – это мы создаем базовую конструкцию, которая выглядит, ну, вот таким вот, например, образом. Вот она, базовая конструкция у нас, да. Это полочка, это спинка, ну и, конечно, какой-то к ней рукав. Не будем здесь искать дальше. То есть и к ней мы строим определенный рукав, да. Вот это базовая конструкция. Мы должны пройти контроль этой базовой конструкции, проверить все. А потом мы начинаем ее менять под любые нужные нам фасоны, формы. Это третий этап. И в четвертом этапе мы шьем. Так вот, что важно во всей этой истории? Важно, конечно, то, что нельзя пропускать вот этот первый этап. Потому что именно снимая мерочки, отмечая какие-то особенности фигурки, да, нарисовав технический эскиз, вы вместе с клиентом проговариваете о том, какая форма, то, что, какая форма будет вашего изделия, изображаете, да. Ну, я пример вот такой вот здесь набросала наскоро, да. Какие конструктивные элементы будут решать эту форму, раскрешение по боковым швам, рельефы, карманы, на каком он, какой рукав у вас будет, как будет спинка выглядеть, какой будет у вас воротник. Все ведь нужно обговорить с клиентом. Нельзя же, не нарисовав вот эту картинку, не набросав его, как-то пытаться делать какие-то макеты на словах, размахивая ручками в воздухе, пояснять какие-то договариваться, уметь договариваться. Ну, простите меня, ну, никто никогда так не делает, так никто не работает. Поэтому разрешите мне, позвольте мне на таком негативном примере, да, еще разочек прояснить ситуацию, еще разочек раздавить акценты. Потом вы сняли мерочки, и прежде всего вы определили, конечно же, баланс. Какой баланс у нашей фигурки? Это баланс 45, это ДТС, давайте напишем ДТП, вернее, отнять ДТС, получится в нашем примере 45, отнять 43, баланс получится 2 сантиметра. О чем говорит нам баланс в 2 сантиметра? От 1 до 3, это условно осанка, осанка фигуры обычная, обычная осаночка фигуры. Если у вас баланс меньше 1 сантиметра, то осанка фигуры у вас сутулая. Если у вас баланс больше 4 сантиметров, бывает и 5, и 6, то фигурка у вас перегибистая. А если фигурка у вас не обычная, осутулая или перегибистая, вы обязательно должны вносить корректировки в свою выкройку, базовую выкройку, с которой вы работаете на втором этапе. Вот в эту выкройку нужно вносить корректировку. Какую именно, я рассказываю вам подробностей, и сегодня я не буду углубляться, скажу только просто. Если фигурка сутулая, то нагрудную выточку нужно уменьшать, для того, чтобы поднять точку P1 повыше. А если фигурка перегибистая, наоборот, ее нужно увеличивать. И бывают такие ситуации, когда грудь сама по себе маленькая, нагрудная выточка маленькая, а за счет перегибистой осанки у нас получается очень большой раствор нагрудной выточки. И никуда от этого не денешься. Еще мне обидно и жалко то, что очень многие известные личности в нашей сфере выкройек, создания хороших выкройек в индивидуальном пошиве, они не придают значения осанке фигуры. Не придают. Звезды Ютуба некоторые и так далее, они не доводят до вас, что осанка фигуры, то есть разница между длиной переда и длиной спинки может быть не 2,5 сантиметра, как в обычной вот такой вот осаночке, да, в обычной фигурке, а может доходить до 12 сантиметров, и с этим надо что-то делать, потому что это жизнь. Конечно, 12 это редко, но разница там в 6-7 сантиметров, это встречается довольно часто. А что говорить? Вот сейчас группа у меня занимается девочек, у одной девушки, ну, женщины возрастной, осанка фигуры минус 5, то есть она настолько сутулая, такая у нее особенность фигурки, что сзади очень-очень много, а впереди очень мало. И мы будем с ней работать и будем строить вот такую вот выкройку. Ну вот, мои дорогие, высказала я вам свою боль, выводы будут следующие. Призываю всех, кому интересна эта тема, кто занимается индивидуальным пошивом, закройщики, конструктора, художники-модельеры, кто занимается созданием вот этих выкроек на индивидуальный пошив, кто работает с разными полными фигурками, сложными фигурками, особенными фигурками, да, относиться к этому ответственно. Приходите ко мне, мне, я покажу, как это сделать, ищите меня, задавайте вопросы. Я отвечаю абсолютно всем. И часто делаю, ну, это абсолютно бесплатно, потому что я не лягу спать, пока я не отвечу каждому из вас. А писем прилетает довольно-таки много. Поэтому задавайте вопросы, относитесь к своему делу ответственно. Вы поможете таким образом не только себе, но вы поможете своему клиенту, вы поможете тем, кто рядом с вами, вы поможете своим партным, которые не будут делать бесконечные переделки. Вы научитесь, научившись работать с одной примерочкой и научившись кроить сразу на ткани многие вещи, вы будете свободны, вы будете счастливы на всю вашу оставшуюся профессиональную жизнь. Вот на этом разрешите сегодня расстаться, закончить нашу беседу. Всего всем хорошего. Я все равно верю и надеюсь на лучшее. Я думаю, что я когда-нибудь пробью все-таки эту брешь, не до узнавания, не донесу свою истину, свою историю, свой опыт, свой правильный подход, который был в Советском Союзе, который я тщательно берегу до тех, кому это нужно, до учителей, учеников. Я хочу, чтобы в учебных заведениях учителя, которые сейчас мучаются то ли им кроить по Мюллеру, то ли им использовать итальянский крой, то ли английский крой, то ли в конце концов погружаться в систему единого метода конструирования одежды, в конце концов перестали мучиться и страдать, выбрали для себя что-то вот такое вот нужное, важное, правильное и научились учить своих уже, в свою очередь, учеников добротно, качественно, чтобы они не приходили ко мне и не рассказывали такие невеселые истории, когда за несколько лет обучения по разным методикам, в голове каша и в конце концов никто ничего не умеет делать. Вот это очень грустно и печально, но верю в лучшее. Всего всем доброго, самого главного здоровья, до новых встреч, всегда ваша Галина Коломейко.